Всем привет, с вами Fallfire, сегодня мы рассмотрим японский истребитель Ки-102. Это премиумный вариант Ки-100. Отличается он тем, что на него поставили турбокомпрессор, и он стал еще более высотным истребителем. Да, конечно мы стали себя чувствовать четко комфортнее на высоте от 5000 метров и выше, но в тундре достаточно мало боев, которые бы проходили на таких больших высотах. А вот что действительно плохо, так это возросшая масса самолета и ухудшение характеристик маневренности. Это может быть не так заметно, ведь Ки-100 и так обладает неплохой маневренностью. Конечно, перекрутить спидфайера будет трудно, но со всеми остальными истребителями мы более-менее справляемся. Единственное, мне не понравился один момент. У нас очень плохой ролл, то есть когда мы перекладываемся на крыло и нужно чуть довернуть до противника, инструктор начинает выполнять кульбиты и всячески мешает нам прицелиться. В этот момент противник может просто избежать ваших фатальных попаданий и уйти. Иногда бывают моменты, когда нужно сбить одного и увернуться от другого вражеского истребителя. Но в итоге вы не успеваете сбить первого и начинаете бой со вторым, в то время когда первый противник уже разворачивается. По итогу мы сражаемся сразу с двумя и выиграть такой бой довольно сложно. Ещё один неприятный момент это перегрев нашего двигателя. Мотор начинает закипать ещё до того, как мы наберём достаточную высоту. Но студить его можно просто снизив тягу двигателя, либо открыть полностью радиатор. Что насчёт набора высоты, то хорошей скороподъёмностью мы не блещем. 13,5 метров в секунду это что-то на уровне немецкого фокеульфа. В бою выше противника мы не оказываемся, если только не получаем воздушный респаун на некоторых картах. А так обычно либо на уровне, либо ниже. Поэтому клеймбить советую немного в стороне от центра карты. Оптимальный угол для набора высоты 18 градусов. Советую также включать форсаж. Но только внимательно следите за температурой двигателя. Что насчёт боевых характеристик и вооружения, то мы имеем две 20-м пушки и два крупнокалиберных пулемёта. Наши пушки расположены в носовой части самолёта, прямо над двигателем, и стреляют через винт. А это даёт нам неплохую точность, ведь снаряды летят кучно в цель, и не требуют особых корректировок в сведении оружия. Войкомплект большой, и мне лично хватало на пятерых. Правда, урон от вооружения рандомный. Иногда пушки могут сбить буквально с одного или двух попаданий, бывает, что и сотни снарядов мало. Лента использовала различные, но больше всего толку была от скрытой. В ней есть осколочно-фугасные и практические снаряды, которые больше подходят для сбития небольших целей, таких как истребители. Можно использовать ещё универсальную ленту. В её состав входит осколочно-фугасный плюс один бронебойный. Такая лента хорошо подойдёт для сбития уже более крупных целей, таких как штурмовики или бомбардировщики. Бронебойный снаряд способен пробить насквозь основание самолёта и выбить важные элементы управления, либо задеть осколками экипаж. Исто можно использовать и в совместных боях. Для этого у него есть небольшой арсенал бомб. Самые лучшие будут две 250-когромовые бомбы. По мощности они похожи на советские ФАБ-250, только чутка послабее. При сбросе отцепляются сразу обе бомбы. Точность и эффективность такого бомбового удара достаточно и плохая. И я лично за один заход собирал по одному танку. Тем более, после сброса мы превращаемся в охотника на штурмовиков. По тактике ведения боя скажу, что нам подойдёт больше манёврный бой. Но будьте внимательны, кейс-100 достаточно быстро теряет скорость на вертикальных манёврах. Советую почаще использовать закрылки и управлять тягой. Ну а если вы ещё не наборились опыта для такого вида боя, то можете использовать истребитель в бумзуме. Скорость мы держим уверенно и разгоняемся до 850 км в час. При этом у нас сохраняется отличная управляемость и нет особого затяжеления рулей высоты. Поэтому не бойтесь, вы всегда можете вывести самолёт из пикирования. Что касается симуляторных боёв, то управляется самолёт немного с раскачкой и чувствуется сразу повреждение. Причём даже не самые значительные. Обзор с кабиной средний. Балки перекрывает иногда самолёт противника, а задняя часть закрывает бронеспинка. Конечно за неё можно заглянуть, но изначально из-за неё ничего не видно. Подводя итоги, то могу сказать, что Ки-102 не раскрывает своих возможностей как высотный истребитель. Но проблема не в самолёте, а в самом геймплее. Для многих самолётов в нашей игре нет подходящей ситуации, для которых они были созданы. Высотные перехватчики вынуждены спускаться вниз, чтобы победить противника в воздушном бою на низкой высоте. И наоборот, средневысотные истребители оказываются на большой высоте, чтобы сбить последнего бомбардировщика. В прокачиваемой ветке есть обычный Ки-100, и если на него поставить талисман, то мне кажется он будет лучше, так как сражаться на большой высоте вам придётся меньше, чем на низах. На этом по игровой части у меня всё, и мы переходим к истории. В Японии в конце 1944 года потребовался более новый скоростной истребитель. Поставки двигателей Daimer Benz DB-601A, точнее их лицензионные копии, Х-40 и Х-140 были нестабильные, поэтому было принято решение переделать Ки-61 под двигатель воздушного охлаждения. Самой главной проблемой стал запихнуть этот двигатель в корпус самолёта, ведь все имеющиеся двигатели воздушного охлаждения были намного шире фюзеляжа и попросту не влезали. На помощь пришёл присланный из Германии Focke-Wulf 190A5. Дело в том, что фюзеляж Focke-Wulfа был почти таким же узким, и все конструктивные элементы монтажа немецкого двигателя были почти в точности скопированы на будущий японский проект. 1 февраля 1945 года прототип Ки-100 впервые поднялся в воздух. Новый истребитель оказался существенно лучше по сравнению со всеми остальными моделями, хотя максимальная скорость у Ки-100 была намного ниже, чем у Ки-61, и это несмотря на равную мощность двигателей. Но всё-таки новый истребитель весил значительно меньше, что обословило более высокую скороподъёмность и значительное улучшение манёвренности на высоте, на которое старые истребители реагировали вяло. Для Ки-100 оптимальным было применение до высоты около 6 тысяч метров, здесь он был самым манёвренным. Однако на высоте свыше 10 тысяч метров, куда забирались американские Б-29, новый истребитель был практически бесполезен. Производство Ки-100 продолжалось до середины июня 1945 года, когда очередной налёт Б-29 на японские заводы не поставили точку в производстве истребителя. Следующий проект, обозначенный как Ки-102, представлял собой высотный истребитель, оснащённый двигателем Митсубиши Х-112 с турбокомпрессором, оборудованный, кроме того, и системой впрыска метанола для форсажа. Масса Ки-102 возросла при этом почти на 300 килограмм. Первый прототип был построен в мае. Испытания показали, что максимальная скорость на малых высотах снизилась, но зато рабочая высота поднялась до 8 километров. Высшая мощность двигателя, конечно, падала, но до высоты 11 километров всё же обеспечивала истребителю приемлемые данные. Три прототипа были построены к августу 1945 года. Сборка четвёртого была почти закончена, когда война завершилась. После войны некоторые самолёты попали в американский музей авиации. На этом у меня всё. Надеюсь, обзор вам понравился. Ну а я, как обычно, желаю вам лёгких фрагов и чистого неба над головой.